Теперь про санкции. Я никогда политику не трогаю, а санкции – это не политика, это экономика. Вот, что я написал. Может, хоть мёртворождённые саженцы перестанут привозить, но тогда наши поднимутся в цене, и отравленные фрукты исчезнут с прилавков, со знаком вопроса. Тогда что будем есть? Тут получается так, или мёртворождённые вот эти, вот они, видите? Вот эти палки, вот, видите, хорошо? Это вот рынок. Я ничего не выдумаю. Мне не надо доказать, что они везде лезут из глаз, они попьют. А фрукты, что лучше, когда пустые прилавки? Или когда, вот как сегодня ещё завал, завал ещё отравленных фруктов, не закончился, только цены растут? Ладно, смотрим сюда. Я болтун или нет? Всё зачитывать не буду, только вот этот кусочек. Это газета «Фазента», которая меня печатала 10 лет в каждом номере. Больше ста садей. Из каждого следует, что в столь ужасную зиму, это в Новокузнецк, Антон Валерьевич, я всегда слежу, хотя от вас идёт мороз, к нам идёт мороз, от вас идёт тепло, к нам тепло, но обычно с запада на восток. Так, тем не менее, у меня на 1-2 градуса теплее, чем у вас. Так. Вот, Новокузнецкий. Но тем не менее, Новокузнецк и его окрестности, Кемерово, там, Белово, тут, вот она, Новокузнецк, Галина. Смотрим. Мне, а, в моём саду ни один прижившийся саженец зелеза не погиб. Это не я, я вообще отношения к этому не имею. Это письмо из Новокузнецка было отправлено в газету «Хозяинок» в Красноярске. Мне скоро 75. 50 из них увлекают садоводством. Наблюдений достаточно. Знаю, что в цене многие всяких СХ, НИИ, которые ничего не делают для сибирских серых садоводов. Нет, вы немножко это. Я уважал и Красноярскую селекционную станцию, и институт имени Лисовенко Барнавула. Очень уважал. Красноярская закрылась, Барнавула с канала дышит, да, ну, при таких этих, как называются, при таким финансировании, ещё странно, что они живы. Но, 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 их, они были вынуждены делать под местным условиям, назовём так, полусъедобные фрукты. Вот так назовём, без обиды. Охотно мешают работать, вредят таким энтузиазмом русском, как в реализовании. Почему это стало возможным без наказа нашей России? Потому что чиновники, я отвечаю, ничего не понимают, и они знают одно. Раз в НИИ что-то делается, значит, так надо. Значит, что-то делается. Раз они мне сказали, что железо проходимое, значит, проходимое. Давайте спросим президента Медведева. Ну, Медведева готова на нет. Вот, и за эти лет 10 ничего не изменилось. Я очень благодарна железу за её труд. А вам, Ирина Владимировна, за президентом. Вот, то есть, вот это вот было 10 лет назад, так. Ну, наверное, с тех пор мои убеждения только окрепли, нисколько они изменились. Смотрим дальше. Вдруг, оказывается, я всё ещё... Вот это вот такие редкие, знаете, вот тут случайно нашёл статью 10-летней давности. Вот свежая статья. И опять про меня. Вот. Но это такая редкая редкость. Сейчас поймёте, ещё раз я говорю, я очень обижен, страшно, что мне вернули уникальные косточки. Вот так вот взяли, вернули. Да ещё с такой обидой, и я бы даже сказал, с оскорблениями. Вот смотрите. Вот это вот кто-то из вас, по-моему, Головин, фамилия, я уже забыл, прислал, говорит, вот, Олег Карстинович, ваше дело продолжается. Вот. И поговорим о тёплых ногах. То есть, это оказывается 22-й год. То есть, совершенно свежая статья. Или конец 21-го года, или 22-й. Сейчас. Не вижу здесь. Итак. Всё-таки, не смотря... Про меня уже печатать, давно перестали. Представить хозяйство мои вот эти вот вызывают шок. Мои... Выжогу мои статьи вызывают. Вот. Почему? Потому что они не могут перестроиться. Слушай, вчера писали, надо заливать дерево два-три раза за лето, а я пишу, это для дерева смерть. Они теперь не могут писать. Пишите, то есть, поливайте понемножку на 5-10 сантиметров между дождями. Вот. Вот так ещё. То есть, аккуратненько, чтобы червей не загубить. Вот. Не заелить всю эту подземную мастерскую. Всё, что под землей. Понимаете, да? Вот. Но они, видимо, уже не годятся. А в этот раз, а какая же это газета? А, у него там было головинное название? Да, сейчас, по-моему. Вот. Давайте смотреть. Известный садовод Валерий Железов и его последователи, это вы, многолетняя садовая практика. И внимание, надо отдать должное, и смоленский учёный, и агроном привлечили. Он не учёный, он наш человек. Он не учёный, он инженер. Поняли? Вот. Он на нашей стороне. И агроном Юрий Чуковой. Мне тогда тоже надо называть агроном. Он не агроном. Он был председателем Царства Небесного, председателем КФХ, то есть фермером. Ещё и строго научными исследованиями, то есть мы с Чуговым доказали, главная беда северного садоводства, ребята, эта учёба подключилась, критически неприемлемо, холодная почва, весной момент пробуждения деревьев. Спящие, мёрзые почвы, корни, столь радикально отстаёт от кроны, проснувшиеся в дневном тепле, что дерево угнетается и болеет вплоть до потери коры. Поняли, да? Корни спят, кроны спят, в тепле. Причин в основном две. Переселение культур на север, помните, сколько раз я говорил, всегда, уже этого хватает, чтобы дерево всю жизнь болело. Самое крепшее равно. Мы всегда хотим невозможное сделать возможным. Двигаясь на север, садоводство останавливается только там, где выживание растений уже в принципе не мыслимо. С тех пор, как Мичунинское садоводство совершило исторический рывок на север, в Нечерноземье, на Варале и Сибири впервые появились производственные гибридные сорта с менее морозстойкими корнями, чем у местных дичек. В 60-80-е годы дачники массово усилили этот поток, заводя сюда и вовсе южные сорта. Знаете, у нас золото пускали с Таджикистаном, с города Ригар, с Таджикистаном. Как-то в Таджикистане случилось несколько лет назад 20-градусная зима. Замерзла половина деревьев. 20-градусная. Вот. Я слежу за этим. Заводя сюда и вовсе южные сорта, на удачу. Все это давно перепылилось и стало изрядной частью. Сейчас он с удовольствием. Мы чем хорошим, мы берем количество. Надо отобрать на все лучшее. Уже хватит заниматься этим. Вот. Я еще несколько вебинаров приготовил. Там, понимаете, все еще идет так. Они будут заниматься, они будут это, это самое, там состоялось, это как заседание, доклады выступили. Теперь мы это, у нас новое направление. Короче, все это, все получится, то, что было, и для меня так, 50 тысяч сортов яблок, среди них выдающихся, а не одна тысяча. Хватит. И в Сибири они давно растут. Многие. Я же до меня уже здесь, мел бы канадское раскладывание. Хватит. Как здесь написано? Давно перепылилось и стало изрядной частью. Отбирайте готовое. Когда вы поймете, что вы в государстве деньги переводите. Ищите. И сразу на это, на прививку. Временное потепление климата. Ну, здесь про это дальше нет. А вот это уже другое. Внимание. Железа, его коллеги, всегда сажают все деревья в холмы. Точно так же здесь, только так здесь не заставится вода. И точно так намного раньше сходит снег. Узнаю свою фотографию. Вот моя фотография. Где-то они из интернета все это взяли. Но все равно молодцы. На самом деле холмовая посадка не новость. Видите, я же не кричу, караул украли моей идеей. Я горжусь, что это здесь все это поет. Почему? Потому что фамилия-то есть, есть, значит, никто ничего не воровал. На самом деле холмовая посадка не новость. Внимание! Она описана в руководстве всех великих садоводов 18-19 века. А в 70-х годах наши ученые доказали, так корни могут усиливать свою устойчивость. Теперь про Чугуева. Юрий Михайлович Чугуев в свое время исследовал раскопанные корни деревья и винограда. Обнаружил ниже 30-35 сантиметров на осмолечении. Они уже не развиваются. Они же 40 сантиметров просто отмирают. Причина слишком холодна. Растение как говорил Овчинский деятельно самобыть, но иначе умная. Главную массу корней она развивает там свою почву, где совпадает оптим влага и тепла. Для Смоленской 10-20 сантиметров. Вы уже догадались почему здесь цифры. Выход Юрий Михайлович нашел высокий в Смоленской грядах 40 сантиметров сама гряда 20 сантиметров для нервной канала. Вот знаете я не догадался у меня архив гигантский я искал не нашел а в интернете сильно большой объем даже про Юрия Михайловича. И вот там знаете как как Саня мы с Сергеем знаете да привезли тележку там ниже будет и в этом вебинаре все не успеем в следующем тележку а у меня ямку выкопали в этой холмике все а Дерн не тронутый у него так как не то чтобы ну чуть по другому то есть представь себе что вынимается из горшка вот такого же объема вот такой высоты вот такой ширины ком земли с прекрасным саженцем твердый плотный ком он не закапывается никаких холмов не делается он ставится на землю прям сверху и вот тут то берется лопата и может конечно без фотографии плохо объяснять вот закапывается закапывается ну понятно что получается все равно торчать будет это корневая шейка не будет закопана да вот а здесь получится метра два в диаметре вот такой холм а тут еще получится даже вокруг это небольшая канавка ну видите как тут у него написано 40 сантиметров сама грина 20 сантиметров длинный канал принцип вы поняли дальше он басунул про виноград высокие гряды на смоленщине вот обратите тут может быть плохо видно я не упускаю ни одно возможность чтобы что-то не рассказать а дело в том что это самое дело в том что Юрий Михайлович да он такой же роль в Европе играл как я в Сибири а Латинков на Урале вот это протянуть болезнь это одного поля ягоды это три сапога пара если так чтобы лево сказать да вот и я его знал как я почему его нет живых обычно как он он из тех революционеров которые в общем-то новости даром не нужны вот почему посмотрите внимательно казалось бы уважаемый человек даже как у меня не без наград политических да вот видели значит Юрий Михайлович давайте несколько добрых слов кандидат технических новых инженер энергетик ля-ля-ля ну что бы сейчас это самое какой бы камень бросила или кому грязи это выпустился эти грязники она бы сказала как про меня только сказала какой-то инженер энергетик а а еще есть Юрий мой брат Юрий Владимирович Железов вот тоже инженер вот вот такие инженеры значит там мне же будет как я потом забуду сказать это моя любимая тема значит когда ему высыл косточки прошло всего 6 лет персики ест абрикосы ест но самое интересное у него лишние были мне то посылки вернули да естественно обругали сказали что детей высыл а он дал соседу и получилось тебе не жалко наполовину сосед выросла раньше его и раньше него соблодоносило вот да чего интересно да и вот получается возвращаясь к Юрию Михайловичу а почему я говорю потому что та обеда не проходит у меня письмо ниже накопленное знание дает любимому делу вот призвание у него создавал селекционер мне сказали какой ты нахрен селекционер ты металлург а здесь так получается он значит занимается я так понял в основном все таки виноградом это его особое достижение да вот но и не без абрикоса рекорды у него по сливам я тоже видел статью о нем вот это а почему я с гордостью говорю потому что мы не дружили нет но мы инженеры знали друг друга я ему высыл статью он сказал спасибо он присылает мне статью я говорю спасибо я ему высылаю он говорит спасибо он мне высылает я говорю спасибо вот мы уважали друг друга вот ни разу не вот так же как распопах вот уникальный человек словник это самое. Никогда. Вот понимаете, мы настоящие эти... Мы представим себе, можно ли считать инженером допустим, врача, там, детского врача, заведующего поликлиникой. Для меня это то же самое. То есть мы такие люди, которые что-то своё привносим. Со стороны нам виднее. Потому что тут зазубрили, это колеч дерева, и всё, и тогда у тебя всё будет. Оно будет дольше жить, ага. Поняли, да? Поэтому я не мог, вот царство его небесное, Юрия Михайловича, но я не мог, увидев его фамилию рядом со своей. Вот. Я никогда не упираю в одно и то же. А теперь смотрите. Сейчас ещё сюда. Заглянем на секунду. Вот сюда, вот сюда. Где там было, где там было, что дерево, это самое, должно раньше проснуться. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас, может, я не дочитал. Теперь задумывайся, подгребать снег или отгребать. Вот. То есть у него получается так, холм прогрелся, вот этих, видите, гряды? Справа внизу. Холм прогрелся, а я потом взял, думаю, господи. Вот. То есть всё так же. Вот он оказался не нужен. Хватило бы кого-то одного, или меня, или его. До меня бы не было. Но дело в том, что вот это вот, вот понимаете, заходят они в сад, вот их этот, как он называется. И если ничего не делает, значит, не заработает ни сценарист, ни режиссёр, ни ведущий, ни вот эта вот самая, которая в жизни ничего не вырастила, а притворялась опытным садоводом. А у неё язык только опытный. Вот. А получилось так, что, значит, у него холм, а у неё тоже холм, но и снега, то есть наоборот. И в этом ещё показывал, как она учит гнать деревья. Вот это и разница принципиальная. Вот, к сожалению, да, к сожалению, если делать по Чугойу, ничего не надо делать, и нету передачи, или по Жалюзову. Если делать по вот этой самой даме, то получается, она на предыдущем, это, секунду-10 назад она нагребала снег лопатой, а потом, чтобы вот это всё дальше мокло, чтобы это дальше прело и гнило, она, значит, вот такую штуку придумала. Для чего? Ей похеру, я уж других слов не нахожу. Даже скажешь, что сгниёт, она всё равно, вот, есть редакция, называется Бобёр. Телеканала. Вот сейчас, допустим, я уже столько раз вспоминал, допустим, кто-то сказал, вас там Жалюзов подносит, ведь представительное хозяйство же не выдержало. Истерика была, как так, да, вот это по-вашему, это пропадёт, это сгниёт, это замёрзнет, всё-всё. Но у нас же, мы же печатаем же этих, мировую литературу. Ну, вот их мнение, значит, можно. Здесь, ну, возьмите это, уберите из этого, из Ютуба, этот фильм-то? Ага, сейчас. Я уже не выдержал, мне прислали эту фотографию кто-то из друзей, и, Константинович, два этих корейских президента садят по Жалюзу. Ага, знают они Жалюзу, у них, видимо, просто мозгов больше. Вот, то есть, это всё делалось по сценарию, они же не просто подошли, кто-то подготовил, кто-то завёз землю, да, вот, кто-то всё это сделал, вот, кто-то расписал поминутно, какая лопата должна быть под левую руку, под правую руку, вот так, то есть по сценарию. Но они заведомо знали, что дерево должно расти на холме. Ну, поняли, да? Это всё из-за там чуть похлеще, где сырьыми опилками это засыпали основание штамба, вот. Потом вышли, наклеили клей, а наклеили ещё это, чтобы быстрее гнило, ещё плёнку, а потом ещё полили. Это всё ладно, если колясо всё равно сойдёт, вот. Субтитры подогнал «Симон»